Приветствую вас. Во избежание каких-то недопониманий между нами, мне бы хотелось у вас сразу спросить одну важную вещь. Ваш муж выполнял когда-нибудь те финансовые обязанности, которые вы на него возлагаете сейчас? Он когда-нибудь делал то, что вы от него просите на данный момент? Если да, то нужно понять, что заставило его перестать это делать. Что заставило мужчину изменить ход своих мыслей и свой взгляд? Это первое. Второе. Значит, вас смущает, что супруг будет жить за ваш счет лучше, если вы будете работать. И опять начнет его употреблять алкоголем. Здесь как бы непонятно. Если у вашего мужа есть проблемы с алкоголем, то как вы уживались с ними раньше? Во-вторых, если вы будете работать, то почему вы считаете, что обязаны давать своему мужу деньги, свободные деньги? Ну, вы оплачиваете квартиру, оплачиваете кредит, вот все, что вы должны оплачивать, а мужчине денег не давайте. Ибо это не нужно совершенно. Далее. Как мужчина относится к тому, что вы собираетесь делать? Как мужчина относится к тому, как вы собираетесь работать? Спокойно ли он к этому относится? Считает ли он это нормальным или нет? Далее. Вы в браке не так долго. И вы уверены в том, что вам нужен будет мужчина, если вы и так будете зарабатывать, если у вас и так будут деньги, если вы и так будете самостоятельны, Если вы будете делать то, что вы делали всю свою сознательную жизнь, уверены ли вы, что вам такой мужчина нужен? Далее. По поводу того, значит, как его простить. Значит, ситуация заключается в следующем. Простить человека можно только в том случае, если он раскаивается, если он осознает свою ошибку, признает ее и готов что-либо менять в своей жизни. Если мужчина не раскаивается и не готов что-либо менять в своей жизни, то, соответственно, не имеет смысла его обращать, потому что, по сути, ничего не изменится. То есть, вам здесь остается только принять его вот таким, какой он есть. Далее. Как заставить мужчину делать то, что, ну вот, то, что вы считаете он должен делать? Как заставить мужчину работать? Объект здесь достаточно прост. Ему чем-то выгодна позиция, которую он занял на сегодняшний день. Эта позиция его целиком устраивает, эта позиция целиком и полностью удовлетворяет по древности вашего мужа, и у него нет какой-либо нужды что-то в своем поведении менять. И, соответственно, в таком случае вам необходимо сделать следующее. Вам необходимо дать мужчине понять, что вы не собираетесь мириться с тем, что он делает. Вы не собираетесь терпеть то, что мужчина делает. А вы просто-напросто будете действовать своим путем, если он не захочет ничего изменить в своей жизни. Это единственное, что вы можете сделать в данном случае. Это единственное, что вы можете в данном случае осуществить для того, чтобы человек, я имею ввиду мужчина, начал что-то менять в своей жизни. Вот это я еще раз хочу, чтобы вы это очень-то хорошо поняли. Это единственный способ заставить человека что-то сделать. сделать так, чтобы его поведение, которое у него есть на данный момент, чтобы оно перестало, по сути дела, быть ему выгодно. Я говорю, вот это то, что вам нужно сделать. Это то, что вы можете сделать. Это то, что в ваших силах реально. И человек либо сделает что-то, то, что вы хотите, либо он не будет делать ничего. То есть взрослого, состоявшегося мужчину, со своими установками, со своими взглядами, да? Со своими какими-то интересами, со своими ценностями. Ну как, вы можете заставить делать то, что вы считаете нужным. Тем более, что у него свекровь, его мама, ну то есть ваша свекровь, да? Плачет за квартиру. То есть мужчина, по сути дела, живет за счет своей матери. Он так привык, и он вряд ли что-либо будет менять. Это тоже вам нужно понять. Ну, постараться понять, я имею ввиду, конечно же. Потому что у меня складывается такое ощущение, что вы живете в неком таком, знаете, вы живете в неком таком идеальном мире, в котором ваш мужчина должен делать то, что вы считаете. То есть вы считаете, что человеку реально заставить. Реально заставить делать то, что вы считаете. Но это неправильно, это не так, это ошибочно. И чем быстрее вы для себя эту позицию как бы уберете, чем быстрее вы поймете, что либо мужчина делает что-то для вас, либо он просто смотрит, как вы берете ситуацию в свои руки, и тогда вы уже сами решаете, как вам жить. Тем более яснее вы будете видеть реальную картину мира. Реальную картину той ситуации, в которой вы оказались. Я думаю, так. На этом, думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались дополнительные, буду рад помочь, пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!